всем привет привет сегодня смотрим расклад который я посмотрела у своей коллеги марины в описании к этому ролику я оставлю ссылку на ее канал этот и следующие расклады тоже будут на темы которые взяты у марины канал ее называется кто я таро огромная благодарность за то что она разрешила воспользоваться своими идеями мне очень просто понравилось понравились вопросы я захотела сделать на них расклад и поэтому тема сегодняшнего расклада будет почему опускаются руки как найти силы снова подняться такое очень часто бывает и это не обязательно должна быть какая-то серьезная причина это может быть просто упадок силы не знаю куда-то слили большое количество энергии приложили к чему-то да и чувствуется какая-то опустошенность либо не получили какого-то желанного результата ну то есть разные могут быть варианты вот сегодня мы их рассмотрим на почему опускаются руки вот почему не получается там например достичь того чего я хочу варианты вы видите перед собой в описании под роликом помимо ссылки на канал марины я оставлю еще и ссылку на мой второй канал на youtube где я записываю короткие ролики на одну позицию и также есть ссылка моя мои услуги где вы можете записаться на личную консультацию если хотите либо приобрести мои курсы а мы с вами давайте наверно сразу приступим так позиции ведь тайм-коды тоже есть в описании если что так вот тогда позиция номер один до голубенький камешек единички смотрим почему у вас опускаются руки ваши руки опускаются скорее всего тогда когда это касается тема личной жизни любви вот тогда когда что-то там наверное не складывается это как вариант и второй вариант может быть тогда когда вам действительно не хватает сил и энергии да когда вы опустошены когда возможно для кого-то есть ощущение одиночества либо наоборот не понимание себя и как следствие не понимание той ситуации в которой вы оказались то есть первично может быть так что не получили того что вы хотели более глубокая такая психологическая причина заключается в том что вы не совсем осознавали что происходит на этот момент внутри вас вот и вам как будто бы подсветили это через внешний фактор но вы забыли о том что внешне всегда проявление внутреннего нашего состояния вот и среагировали на внешний какой-то фактор и как следствие ощутили опустошенность и как-то вот не знаю может быть какое-то разочарование то есть ваши руки проще говоря опускается вследствие каких-то эмоциональных переживаний причины этим переживанием она может быть разная то есть в чем причина может быть это это может быть какие-то новые начинания вашей жизни вы переживаете получится не получится что нужно для этого сделать ну чисто такой человеческий понятно фактор новых начинаний и нового но опыта и незнания да либо вы не знаете как реализовать то что то есть не только как сделать а именно вот как реализовать таким образом чтобы получить тот результат который вы хотите если вы этого не получаете либо вам вам у вас есть недостаток знаний вы очень сильно но по этому поводу вы очень сильно переживаете то есть здесь вот переживание волнение еще в чем может быть переживание причина переживания и волнение в принципе то что я сказал до недостаток информации недостаток информации не все понимаете не все знаете в том числе и не понимание своей собственной психологии может быть на данном этапе может быть в общем да то есть непонимание каких-то бессознательных процессов которые происходят внутри вас то есть внешний мир это всегда следствие чего-то то есть то что проявлено то что мы видим это следствие не проявленного потому что это все взаимодействует между собой все это взаимосвязано связано и поэтому когда мы что-то видим и не понимаем то за этим что-то скрывается и вот то что скрывается мы это не всегда можем уловить и поэтому вот это вот ощущение не знаю какой то может быть опустошенности да и она и приводит к тому что ну как-то вот я разочаровываюсь и вот но с другой стороны здесь может быть помимо недостатка энергии еще тот момент что вы где-то в чем-то не сбалансированы да то есть нету внутренней гармонии и сама по себе эмоциональная нестабильность и вот на таких энергиях на эмоциональных качелях конечно же идет всплеск и выброс большого количества энергии и потом дальнейшем на достижение того что вы хотите не хватает энергии руки поэтому опускаются здесь такие моменты если еще что-то какая-то другая причина почему опускаются руки но это в принципе вот семерка мечей карта самообмана она идет в купе с верховной жрицей да то есть эта информация какая информация когда вы сами себя обманывать и да то есть есть с одной стороны информация связана с нашим бессознательным когда мы не понимаем именно вот эти вот скрытые процессы вторичные выгоды когда мы их не осознаем вот это тоже способствует тому что у вас могут опускаться руки а с другой стороны здесь самообман идет еще помимо вторичной выгоды в том что вы не исполнили не не используете по полной свой интеллект то есть возможно вы хотите получить то что вы хотите старыми методами потому что вам так комфортно вам так понятно известно а здесь говорится о том что то что возможно вы хотите надо пойти другим путем да то есть надо сделать по-другому здесь возможно нужно какие-то иррациональные поступки совершать либо наоборот если вы всегда совершаете что-то иррациональное да то здесь наоборот что-то рациональное нужно Но здесь надо идти другой дорогой. Либо здесь может быть варианты того, что если, например, это вопросы заключения сделок, контрактов и так далее, и вы все время выполняете это согласно правилам и каким-то законам, то здесь, возможно, как подсказка, что где-то необходимо их хитрить. То есть, опять же-таки, хитрость, манипуляция, они уместны для того, чтобы вы получили свою какую-то выгоду. И это связано с тем, что, возможно, у вас идет отклонение, знаете, какую-то чрезмерную крайность справедливости и честности. То есть все в жизни должно быть сбалансировано, не может быть все как-то однобоко. В нашем мире дуальности нужно искать золотую середину. Иногда бывают люди вот такие вот, знаете, прям чрезмерно честные. И силы их выравнивают и отклоняют в противоположное направление, чтобы был баланс. Вот для этого, не потому что плохо быть честным. А здесь вот именно все, что через меру, да, все, что через то, чего очень много. Вот, и здесь это должно быть сбалансировано. А в чем ваш самобман, да, вторичная выгода? Ну, в том, что проще, проще, когда я веду себя как-то вот, не знаю, незрело, может быть, да. То есть хочется, чтобы все было легко. Вот не хочу я прикладывать какие-то усилия. Не хочу трудиться. Причем, знаете, когда я говорю прикладывать усилия, идти в новое, трудиться, это то поле, в котором вы еще не хозяин. Это то поле, в котором вам в принципе ничего не известно, и поэтому вы можете ощущать некое такое напряжение и дисгармонию. И вторичная выгода здесь говорит о том, что, конечно же, легко то, в чем вы уже владеете, то, чем вы уже владеете, то есть с теми навыками, которые у вас уже есть. Но если мы хотим идти в развитие, а развитие это всегда про новизну, это всегда про движение вперед, это всегда будет вызывать дискомфорт. И вот здесь вторичная выгода на краске связана с тем, что я не хочу чувствовать этот дискомфорт. Значит, как следствие, я не хочу идти в это новое. То есть мне проще отказаться. А здесь не получается. Здесь все время вас будут как будто бы толкать, спинать туда, в том направлении, в котором вы не хотите. И вот сопротивление идет именно с этим. Поэтому вторичная выгода, что можно, либо это будет так легко, но чтобы это было легко, это должно стать вашим навыком. А чтобы стало вашим навыком, вы должны очень много раз совершать какие-то повторные действия для того, чтобы закрепить результат, который вы получили. Поэтому так или иначе вам придется пойти в это новое. Хотите вы этого или нет. То есть здесь, в принципе, все арканы указывают на то, что руки опускаются тогда, когда есть какая-то новизна, либо вы сталкиваетесь каким-то образом с чем-то новым. неизвестным вам. И вы не хотите туда идти. Как найти силы снова подняться, когда опускаются руки? Ставить себе новую цель. Ставить новую цель и верить в нее. И по цели и под желания вам будет даваться энергия. То есть если вы ничего для себя не намечаете, не планируете, не хотите чего-то достичь, то есть если нет какого-то пути, который вы себе наметили, то вы так и будете находиться вот в этом болоте разочарований, когда опустились руки, недостаток энергии. То есть энергия солнышка, она начинает светить тогда, условно говоря, тому человеку, который построил для себя путь. И он хочет увидеть этот путь и двигается к его направлению. Если пути нету, если вы не понимаете, куда я иду, зачем мне это надо, для чего мне это надо, тогда солнышко превращается в луну. И все становится туманно, непонятно и неопределенно. И мы залипаем. Поэтому, чтобы все было прозрачно, чтобы все было понятно, вам нужна цель, нужна дополнительная энергия, желание двигаться обязательно вперед. Сейчас. Ну и последние три аркана говорят о том, что делать не нужно. То есть не нужно разочаровываться, не нужно сомневаться, не нужно себя как-то накручивать. Нужно просто двигаться к новым идеям, которые появились. Здесь, знаете, на самом деле очень элементарный и простой путь, насколько может показаться сложным. То есть один шаг за раз. Поставили цель, пришли к ней, сели, понаслаждались, получили удовольствие, пошли дальше. Даже если вы не будете ставить какую-то цель, все равно у вас будет двигаться дальше. Ваша задача просто не сопротивляться тому, куда вас ведут. Идти, идти, идти через принятие, через «не хочу». И при этом не забывать получать удовольствие. То есть здесь достаточно простой путь. Но все вот эти преграды, трудности, сложности и разочарования, сомнения, они как раз только связаны с той борьбой, которую вы встречаете на этом пути. Здесь нужно принимать, здесь нужно прокачать доверие, доверие жизни, доверие движению и принятию. Просто пропускать через себя огромный потенциал энергии по тузу кубков. Не препятствовать, то есть не бороться, не сопротивляться, не сжиматься. То есть то, как у нас тело должно быть расслабленное, но при этом не мягкое, а именно гибкое. То есть где-то в каких-то местах оно сжимается, где-то разжимается. Вот такая работа у нас идет через продвижение. То есть где-то идет остановка, где-то есть движение. То есть есть ритмы. Вот если вы идете в ногу, если вы идете в ритм вашей собственной жизни, то вообще не должно быть никаких преград в вашей жизни. Здесь как раз таки и будет вот такой легкой, который вы хотите. Когда вы начинаете где-то зажиматься, то есть когда вы начинаете где-то сопротивляться чему-то, там энергия не проходит. И ей все равно нужно каким-то образом пробиться. И она начинает собираться и давить. И вот это вот давление, оно будет вызывать еще большее противодействие. Но и эта борьба, она ни к чему хорошему не приведет. Вот как-то так я увидела по первой позиции. Сейчас соберу карты. Хочется сказать, что все в принципе легко и просто. Но иногда мы сами усложняем. И вот в этом-то и заключается наш урок. Перестать усложнять свою жизнь. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Двоечки. Почему у вас опускаются руки? Почему бывают такие моменты, когда опускаются руки? Потому что есть какая-то, я не знаю, незрелость. Здесь вот знаете, такое ощущение, что человеку все время необходимо внимание. Прямо вот очень-очень много внимания. Это внимание ему нужно для того, чтобы как-то себя подбодрить, поддержать. То есть такое ощущение, что вот какой-то внешний аппарат подпитки энергии. Вот как телефон мы заряжаем. Вот здесь все время вам нужно от чего-то заряжаться. И желательно, чтобы это был какой-то человек, который вас всегда подбадривал. Который всегда говорил какие-то приятные, позитивные слова, что все получится. Это не обязательно прям вот такой большой диалог. Диалог, да, либо много часов взаимодействия. Нет, это может быть какая-то фраза. Это может быть просто даже какая-то элементарная улыбка. Где-то подмигнуть, да, где-то так похлопать по-дружески по плечу и сказать, я в тебя верю, все получится, да, я с тобой, если что, пиши, я на связи. Вот какие-то такие мелочи, но здесь руки опускаются, потому что не хватает внимания. Потому что не хватает поддержки. Потому что здесь человек, папажу Жезлов, он как будто бы на начальном пути, да, неважно сколько вам лет биологически, человек, который только познает эту жизнь. И познает ее, вы знаете, через любознательность, через какой-то интерес. Когда вы теряете интерес к чему-то, у вас опускаются руки. То есть как маленький ребенок, когда даешь ему какое-то задание, либо придумываешь какое-то занятие, вот пока оно длится, этот ребенок, он получает удовольствие, он радостно, он чем-то занят. Как только у него пропадает интерес к занятию, к игрушке, он начинает капризничать. Да, дайте мне еще что-то для того, чтобы вот прям в следующий раз опять его как-то заинтересовать. Вот здесь вот ваша жизнь, она состоит из таких моментов. То есть пока вы чем-то заняты, пока у вас есть интерес, все окей. Как только интерес пропадает, либо нету какого-то занятия, вы не сфокусированы на чем-то, вы начинаете капризничать, и у вас опускаются руки. Почему такое случается? Потому что когда вы сфокусированы на чем-то, вы прикладываете все свои умения и знания для того, чтобы заняться процессом, а когда наступает этап переключения с одного процесса на другой, вы как будто бы, знаете, выходите из концентрации своей, из какого-то внутреннего мира, переключаетесь на внешний, и у вас падает самооценка. Вы чувствуете себя там, не знаю, незрелыми, несостоятельными, там с кучей комплексов. И все эти комплексы по восьмерке мечей указывают на какие-то ограничения в вашей голове. Когда вы начинаете смотреть на внешний мир, вы видите, сопоставляя себя внешнему миру, вы как-то себя занижаете, пронижаете, вы видите невозможность решения этой задачи. Но, опять же таки, когда есть какая-то конкретная задача, когда есть интересная вам игрушка, когда есть интересные для вас занятия, и вы чувствуете, что оно вам подстать, вы забываетесь о своих каких-то недостатках, комплексах и неумениях, и вы полностью погружаетесь в процесс, и вам это интересно. И тогда не включается, условно говоря, ваша голова и паника, и все невозможные негативные мысли, которые крутятся, роются в вашей голове. Поэтому здесь акцент как будто бы на то, что, поэтому я сказала, вам не хватает внимания. То есть когда вы переключаетесь с одного дела на другое, с одной игрушки на другую, вот этот момент переключения, как некая такая пустота для вас, она должна быть наполнена именно вниманием и поддержкой извне. То есть это знаете как? Это вот мне просто здесь показывают, вот как кардиограмма, да? Причем вот холмик такой, потом спад, потом опять холмик. Вот когда вот эти вот холмики, два, да, две горы, вот эти два холмика, это два дела, которыми вы занимаетесь. Но чтобы переключиться с одного дела на другое, у вас есть вот этот вот пробел, вот это вот ущелье некое такое. Вот в этот момент вам нужен человек, который будет вас поддерживать, чтобы вот пока вы будете проходить от одного холмика к другому, да, подниматься, чтобы вот этой вот пустоты не было, ее нужно как-то заполнять внешними моментами. Потом вы опять уходите внутрь себя, погружаетесь, занимаетесь там, чем вам необходимо, да, и вы не нуждаетесь во внешнем внимании, во внешних факторах каких-то. Но здесь вот такой вот достаточно, ну, незрелый подход, я бы так сказала, но он тоже имеет место быть, да, то есть каждый живет по своим каким-то ритмам, по своим каким-то понятиям. Вот вы живете именно так. Поэтому у вас вовремя вот в этот вот момент, да, некой такой ямой нужно перехватывать, да, и говорить, вливать в вас уверенно, что все хорошо, я тебя люблю, у тебя получится, я с тобой рядом. И вы такие, знаете, спокойные, не накручиваете себя, идете дальше. Если вдруг этого человека нет, если поддержки нет, даже если это не человек, а что-то должно вас поддерживать, то вы застреваете в этой яме, и вам не хватает сил пойти на следующий холмик. Еще почему опускаются руки? Ну, смотрите, какие мелкие, да, арканы выпадают по шпиндаклей. Ну, вам все время нужны какие-то шансы. Вот я говорю, вам все время нужен какой-то интерес. Вы достаточно любознательный человек, обращаете внимание на детали, вы умеете ценить, вот, вам интересно вкладываться в кого-то, либо в какое-то дело. То есть здесь вы находитесь как раз на этапе познания материи, на этапе познания непосредственно самой жизни. Поэтому где-то в чем-то осторожничайте, потому что не хватает очень много информации в вашей жизни, да, и вы ее получаете. Плюс ко всему по шпиндакле у нас проходит понимание ценности себя. Вот опять же таки склоняюсь, да, к заниженной самооценке. Либо человек учится только ценить себя. Учится, он познает этот мир, познает себя в нем. И как следствие, он нарабатывает опыт ценности себя через то, что он проживает. Но здесь вот недостаток, да, понимания, в чем я ценен, зачем я нужен этому миру. Еще почему могут опускаться руки. Пятерка мячей у нас указывает как раз-таки на критику, претензии к себе. Но, как правило, так всегда себя ведут люди, не хочу с вами повторяться, да, инфантильные, но я бы так сказала, люди, которые не знают себя, они еще с собой не знакомы. И поэтому то, что они видят в себе, им не нравится, им сложно это принять, и они начинают проявлять себе претензии. Ну, то есть здесь вопросы комплекса, да. Человек, который в себе разобрался, и он обращает внимание уже на какие-то моменты, которые его не устраивают в себе, он их либо работает над ними, как-то усовершенствует, да, свои слабые стороны делает, старается делать сильнее, либо он их принимает, и он просто с ними живет. Он говорит, да, окей, у меня есть эта слабая сторона, она есть. То есть я ничего не могу с ней делать, потому что я не хочу, а когда я хочу, я это меняю. И мне с этим окей, да. То есть это люди, которые приняли себя, осознали себя, и они спокойно реагируют. Здесь же у вас есть такая достаточно болезненная реакция. Почему? Потому что у вас есть претензия к себе, да. Почему нету какого-то совершенства, да. Почему я еще не достиг совершенства. Опять же таки, не к другим, а именно к себе какие-то претензии. Не очень о себе говорите в негативном ключе часто. Это тоже вот вопрос ценности себя. Вы так понимаете себя, вы так себя изучаете. Часто, может быть, наговариваете, наказываете себя. То есть здесь, я бы сказала так, неадекватная оценка себя, но в рамках развития и понимания, да, человеком, самого себя, здесь вот эта вот незрелость, это нормально. То есть мы все через это проходим. Это какая-то вот очень ранняя стадия себя, знаете, вот как у подростков, да, когда начинает тело меняться, появляются прыщи, девочка превращается в девушку, у нее начинает там грудь расти, какие-то округлости, да, у пацанов ломка голоса и так далее. Вот сложно принять себя вот на этом этапе трансформации. И, ну, с этим нужно смириться, да, то есть нужно время, чтобы это прошло. То есть ты никак повлиять не можешь. Если можешь, там, например, если прыщи, да, то какая-то там терапия, крема и так далее. Ну, то есть по мере того, на что мы можем повлиять, мы влияем, а на что не можем, мы это принимаем. Вот у вас здесь какая-то, вот жизнь вообще, она, либо сейчас какой-то такой период, в чем-то вот, может быть, в какое-то новое поле своего познания вы вошли, и вы ощущаете себя вот именно такой незрелой личностью, да. Отсюда столько много претензий, и вместо того, чтобы усиливать свои какие-то сильные стороны, вы делаете акцент на негативе, и тем самым вы его аккумулируете в себе. То есть у вас становится очень много негатива и тех претензий по пятерке мечей, которые здесь у вас есть. Тем самым вы сами себе причиняете больно. Опять же таки детский сценарий, для чего? Для того, чтобы я начинаю себя жалеть, и тем самым как-то успокаиваюсь, либо во внешнем мире кто-то на меня обратит внимание, меня пожалеет, то есть опять-таки вопрос внимания, да. Обратит на меня внимание, подарит мне то, чего я не могу сама, либо сам себе дать, вот, и тем самым компенсация происходит. То есть здесь человек, который не подключен к источнику, потому что, ну, он еще не дорос, и это нормально. То есть это вот одна из стадий самых ранних в контексте познания себя. Опять же таки, неважно сколько вам лет, и в этом нету ничего такого, что многие могут говорить, там, не знаю, мне 60-65 лет, а я себя так веду. Ну окей, у каждого свой этап развития. Придет кто знает, да, что значит. Может быть завтра после завтра вы сделаете какой-то резкий колоссальный скачок, да, и вдруг станете достаточно мудрым. А с другой стороны, может быть, ваша душа выбрала такой урок, медленный, плавный, и вот в этом воплощении ей нужно именно вот на таком уровне побыть. А в следующем воплощении, например, она станет очень мудрой, будет помогать другим людям, исходя вот из этого опыта, который она проживает в этом воплощении. Мы не знаем. Поэтому относитесь к себе более снисходительно, с любовью, с принятием, да, прекратите от себя что-то там требовать, как-то себя наказывать, заниматься самобичеванием, отзываться от себя нелестно. Это не очень хорошо, да, просто учите себя уважать и любить. Вот это вот будет самый правильный подход к самому себе. Если не умеете любить, у вас нету еще такого опыта, нету таких знаний, то как минимум уважать. Уважать свои желания, уважать, я не знаю, какие-то свои потребности. Вот. И с терпением относитесь к себе более терпеливо. Вы находитесь на этапе познания, по жизни, самое начало. Как найти силы и снова подняться? Башня. Башня говорит о том, что нужно разрушать, ну, в прямом смысле, да, бездуховность. Опять же-таки, что значит бездуховность? В контексте того, что я говорила ранее, учимся познавать себя, учимся понимать те процессы, которые происходят внутри нас, да, то есть что значит духовность? Это человек, который понимает себя, понимает мир, который его окружает, понимает, как ему жить в согласии с этим миром, да, какие процессы происходят, то есть где, в каких моментах он уходит, может быть, в иллюзию, а что есть реальность? То есть, проще говоря, духовный человек – это тот человек, который ведущий, но знания, они не приходят, они не падают из головы, да, то есть знания – это труд, это сбор информации, это обработка этой информации, это применение ее на практике неоднократно для того, чтобы получать результаты, понять, вот эта вот информация иллюзорная, а эта реальная, поэтому это держу, а эта убирает, то есть это процесс, не получается приходить к знаниям, нету ведущих людей, которые вот родились, и они сразу ведущие, а если такие и бывают, да, что я, в принципе, никогда ничего не исключаю, то они рождаются с детства, и у них сложная судьба, да, то есть это их миссия. Нету людей в большом количестве, у которых действительно есть миссия, как правило, с миссией рождаются ограниченное количество людей, и у них сложная судьба, у них нету как будто бы собственного выбора, да, у них есть одна конкретная задача, которую они должны выполнить, и не выполнить они ее, не могут, да, то есть как бы они от нее не убегали, не могут. И эти люди не живут долго. Поэтому ваша задача, не миссия, а задача разрушить всевозможные иллюзии, разрушить понимание того, что я не могу повлиять ни на что, да, когда я вкладываюсь больше, чем другой человек, меня не ценят, меня не уважают. То есть здесь вот вопросы баланса, вопросы понимания законов, то, как все устроено вокруг нас, вы это сможете понять через наблюдение, через практику, через то, что будете задумываться. Вот вам вот это вот разрушать нужно пятерку пендаклей. Это тяжелый, я бы так сказала, урок, потому что пендакли сами по себе, как масть, достаточно тяжелая. Но это необходимо. Разрушать вот это вот ощущение того, что меня все время чему-то лишают, научаться не привязываться ни к чему, научиться выстраивать свою систему ценностей, в том числе, да, Паша Пендакли тоже про это говорит. То есть здесь уроки, вы проходите просто уроки. Поэтому здесь говорится о том, что, ну, коробка, да, если разрушить бездуховность, вот те кризисы, которые вы создаете самостоятельно для себя. Как найти еще силы в себе, да, чтобы подняться? Быть на позитиве, да, быть налегке. Взрастить в себе храбрость, отвагу, вот, и научиться как-то мыслить позитивно. Это очень важно. Помимо того, что это поднимает вибрации, вы по-другому начинаете смотреть на мир. Здесь легче, да, огонь. Здесь легче относиться вот именно к этим моментам, да, то есть, окей, случилось, прожил, сделал какой-то вывод и пошел дальше. Не надо здесь углубляться, здесь нигде не говорится о том, что вам в этой жизни нужна какая-то вот такая мудрость, глубина и так далее. Вам нужно здесь с одной стороны как-то вот, знаете, какое-то вот просто прикосновение к каким-то ситуациям. То есть, как-то, не знаю, как пчелка, которая много работает и при этом она и куда-то не углубляется. Она вот от цветочка к цветочку летает, при этом выполняет свою задачу без каких-либо углублений. То есть, вам здесь копать никуда, ничего не нужно. Вам нужно жить, наслаждаться, то есть, попробовал, собрал этот нектар, отвез к себе домой, порадовался, я молодец, похвалил и дальше пошел. То есть, здесь с одной стороны должна присутствовать какая-то легкость, должен присутствовать позитив, но с другой стороны должна присутствовать наблюдательность, внимательность, умение оценить моменты. Что еще вам поможет снова подняться на ноги? Ну, перестать ощущать себя жертвой, что вот я человек и жизнь, она такая трудная, надо себя все время чем-то ограничивать, что-то лишать. убрать вот эту позицию жертвы, она никому не нужна, ничего вы никому не жертвуете, если сами этого не хотите. А как правило, когда хотите, в этом есть вторичная все равно выгода. То есть, если вы себя жертвуете в чем-то, например, материнство, то, как правило, здесь жертва она все время говорит, вот обрати внимание по пятерке Пендакли, я столько, допустим, в отношении, я столько для тебя делаю, а ты меня не ценишь. В этом есть вторичная выгода получения оценки. Я сама не знаю свою собственную ценность, и мне нужно подтверждение извне, что я хороший человек, поэтому оцени меня. А это я буду делать, вкладываться очень много, чрезмерно, то есть, я не понимаю меры, что нужно, где эта золотая середина, и ясное дело, если вы выливаете всю эту энергию в огромное количество, вам на себя не хватает. Но другой человек, он вам ничего не обязан, если он этого не хочет. То есть, если вы что-то делаете, вы делаете, потому что вы это хотите. А если вы делаете, потому что вы получить что-то взамен, как обратная связь, то и озвучивать это надо. Тогда человек будет понимать, что вы делаете, ради того, чтобы он вас оценил. И тогда он вас либо будет оценивать, либо он скажет, не надо мне от себя ничего. То есть, ты сама это делаешь. То есть, вы изначально входите в какую-то такую позицию, в которой есть ваша вторичная, неосознанная, еще раз скажу, потому что многие могут говорить, да нет, я специально так не делаю. Конечно, мы специально никто ничего не делаем. У нас все процессы идут бессознательно. Если бы многое всего, что мы осознавали, мы бы все стали почти мудрыми, доведущими. Но, к сожалению, мы не осознаем тех процессов, которые, те программы, которые в нас заложены. И поэтому вот это вот зависание, да, очень частое. Зависаем, ожидаем, что вот, человек как-то изменится, я же столько хорошего для него сделал. Помните всегда, что все, что вы делаете, вы делаете, потому что вы этого хотите. Косвенно, либо напрямую, осознанно, либо неосознанно. Если вы не хотите, вы ничего не будете делать. То есть, если человек не хочет кушать, то только нужно применить огромную силу и насилие, не знаю, его как-то там избивать в мутузе для того, чтобы он что-то съел. Но если не лезет в тебя, как бы ты ни давился, да, ну, я не знаю, только через насилие. Мы не говорим про насилие. Вот здесь примерно то же самое. Если вы не хотите что-то сделать, вы это не делаете. Если вы делаете, значит, вы это хотите. Косвенно, не напрямую, неосознанно. Есть какие-то вторичные выгоды. Почему? Потому что, опять-таки, возвращаемся к психологии. Мозг, он никогда, у него одна задача, энергосберегательный режим. Он никогда не будет делать ничего дополнительно, если в этом нет для него какой-то выгоды, да, то есть он на этом не экономит свою энергию. Мозг никогда не делает, не выстраивает какие-то программы, где нужно прикладывать много энергии. Попробуйте, заставьте себя долгое время размышлять на какой-то сложной задаче. Через какой-то период ваш мозг, он отключается. Он вас просто автоматически отключит, и вы спать ложитесь. Либо будет переключать на что-то, там, сходи в туалет, попей воды, куда-то позвони, что-то сделай. Потому что мыслительный процесс это огромная энергетическая затрата. И вот так вот во всем, то есть там, где есть энергетическая затрата, мозг избегает этого. То есть, если есть выбор проще и сложнее, он всегда будет выбирать то, что попроще. Поэтому если вы что-то стоите перед вопросом, делаете или не делаете, в конечном итоге вы делаете, то это только лишь потому, что мозг так решил, что так будет лучше. Понимаете? Что в этом есть какая-то для него выгода. Вы это можете не понять, но выгода в этом всегда есть. Иначе бы он этого просто не делал. Поэтому не обманывайте себя в том, что мне, вот я бедная, несчастная, и по жертве, когда проигрываем, я себя в чем-то лишаю, ограничиваю, потому что вот я вот там герои и другие этого не осознают и не оценивают. В этом героизме есть тоже, есть свои для вашего мозга какие-то выгоды, которые мы можем их не осознавать. Поэтому как найти силы снова подняться? Перестать проигрывать жертву, перестать себя жалеть. Не надо себя жалеть. Вот пятерка мечей, вы сами себя наказываете, а потом сами себя жалеете. Почему вы себя наказываете? Потому что вы себя не принимаете. Потому что в чем-то считаете себя ущербными, в чем-то считаете себя, не знаю, нецелостными. Опять же таки, в таком, другие причины, почему вы так думаете, откуда это появилось и так далее. Но когда мы начинаем сами себя наказывать, знаете, это как даже элементарно, понаблюдайте за собой. Как только у вас появляются негативные мысли, самонаказание, вы обязательно где-нибудь обожгетесь, ударите, палец защемите, ноготь поломаете. То есть вы физически, неосознанно психосоматика, начинаете срабатывать, вы сами себя наказываете. Подсказнулись, упали, ударились, ушиблись. Это наказание. Вы сами себя наказываете. Если вы будете внимательны и отследите, что до этого было, какие мысли, вы заметите, что где-то вы подумали о себе как-то негативно, либо сказали, даже элементарно, там, взяли что-то, и у вас из рук упало, упало что-то. Что вы о себе говорите? У растяпа. Все. Что такое растяпа? Это не принятие себя, это негативная констатация факта по отношению к самому себе. Как следствие, может быть, следующий шаг сделали, и что-то не заметили, головой ударили. Сами себя наказали. За что? За то, что вы растяпа. Поэтому для вас, это ваш урок. Вы так учитесь понимать себя, изучаете этот мир. Понимаете, здесь нельзя сказать, что это вот прям плохо. Нету в мире только плохо, либо только хорошо. Нет худа без добра. Все идет взаимосвязано. В любом плохом есть много хорошего. Вопрос, что мы вычленяем из этого, на что обращаем внимание. Я вижу, что по второй позиции люди учатся жизни. Это ваши уроки. Кто-то учится быстрее, кто-то учится медленнее, но вы все равно так или иначе пройдете этот этап. Что вам поможет найти заново силы, понимание вот этих вот сценариев. Чем быстрее вы начнете наблюдать за собой, делать какие-то определенные выводы, тем быстрее вы будете развиваться. Опять же, для чего вам скорость развития. Не для чего. Просто вам так будет в каких-то моментах проще. Опять же таки сказать, что нужно как-то ускориться в процессе эволюции. Но если вы верите в бесконечность души, так же, как и я, то вопрос времени вообще не стоит. Какая разница? Быстрее вы усвоите какой-то урок, либо медленнее. Вопрос в качестве усвоения урока, а не в скорости. Потому что время бесконечное. То есть нет конца и начала. Закончите этот урок, пойдете в другой. Ну, то есть уроки, они будут продолжаться. Какая разница, этот или другой. Научитесь наслаждаться от получения каких-то уроков. Это, думаю, будет полезнее, потому что уроки, они не заканчиваются, а научиться проходить уроки с наслаждением и как-то вот их разнообразить, сделать более интересными, да, включить немножко авантюру, какой-то риск. Ну, мне кажется, это будет, ну, как-то разнообразит однообразие уроков, которые мы с вами проходим. Вот это вот была вторая позиция. Ну, здесь, смотрите, не считая башни, да, и повешенного, все остальные арканы, они малые, невеликие, то есть они говорят о том, что вы на это повлиять можете. И позиция номер 3, зелененький камешек. Водички подпыла. Так, троечки. Почему у вас опускаются руки? Почему у вас опускаются руки? Королева кубков. И аркан страшного суда. Здесь руки опускаются от того, когда вы осознаете следствие каких-то причин, какого-то выбора, который вы делали, вот эти вот следствия, они... То есть вы видите причину-следственную связь, и каким-то образом реагируете очень эмоционально на это. интересное. Интересно. Не могу понять, почему конкретно, но здесь такое ощущение, как будто бы бесконечно меняется как-то ваше восприятие мира. Здесь как будто бы жизнь, она вот все время делится на до и после. До и после. То есть какие-то циклы, причем это не плавные по аркану смерти, знаете, как смена времен года, да, зима, осень, так медленный переход. Нет. А здесь как будто бы какие-то резкие, хочется сказать, перепады настроения, резкие переходы от одного этапа к другому. То есть вот вы работаете, вкладываете, да, какие-то усилия, а потом это как будто резко останавливается и что-то новое начинается. И вы то ли не успеваете это осознать, то ли не успеваете отследить и понять, что происходит, вы очень сильно переживаете. Когда вот что-то заканчивается и что-то новое начинается, вот на стыке этих моментов знаете, как учитель, который, например, там, не знаю, классный руководитель, да, взял класс с первого и там, ну, условно говоря, до восьмого был классным руководителем, а потом как будто своих учеников отпускает. И вот эта вот боль, да, то есть я столько вкладывалась, да, я столько там обучала, я уже с вами сблизилась, мы уже друг друга понимаем, любим и так далее, а теперь мне надо отпускать. То есть здесь вот какие-то моменты отпускания чего-то вам даются очень болезненно. Не знаю, дети выросли, ушли в самостоятельную жизнь, это очень больно. Еще почему вы тут эмоционируете? Ну вот когда я говорю, какие-то резкие перемены должны здесь произойти. Что за перемены? Ну, либо они связаны с семьей, либо они связаны с финансами, когда надо совершать какой-то выбор. Выбор, причем это не просто выбор, а это две вещи, которые равнозначно цены для вас, то есть в них одинаковая важность, в них одинаковая актуальность. вот сам выбор как будто бы причиняет вам боль. Это знаете, как обычно у родителей спрашивают, если есть там двое детей, да, либо трое, вы кого-то любишь больше? Ну как можно сказать, кого ты любишь больше, да? Каждого ты любишь по-своему. Можно ли любить там двоих, троих детей одновременно? Да, конечно, можно. Но это не значит, что одного ты любишь больше. Например, один любит больше обнимашек, а другой серьезный и держит дистанции. Значит ли, что тот ребенок, который любит обнимашек, ты его больше любишь, потому что ты выражаешь именно любовь через тактильность, а другой, который любит больше какие-то беседы, такой серьезный, и не любит тактильности, что ты его меньше любишь? Да нет, конечно, просто у каждого свой язык любви. И вот здесь вот такой момент, то есть как определить, вот что выбрать, да, и это важно, и это важно, и я не могу, и мне сложно, меня раздирает, я не могу выбрать. Руки, руки опускаются, когда надо что-то в чем-то определиться, сделать какой-то выбор. Почему? Потому что вы очень много думаете, вы хотите принять правильное, верное движение, видите, по поводу того, куда вам дальше двигаться. И это забирает много сил, это забирает очень много сил и энергии. Почему? Мыслительные процессы забирают много сил. Потому что появляется какой-то раздрай, как будто бы единство, в котором вы находитесь, оно делится на две части. Это как яйцо, которое делится на две половинки. Можно ли сказать, что одна половинка лучше другой нет, потому что они являются частью одного единого яйца. И вот здесь вот у вас получается, когда надо совершить какой-то выбор, вы не знаете, какую часть яйца выбрать. Вам проще, чтобы это яйцо было целостное, чтобы не надо было выбирать одну половинку либо другую, потому что не важно, что вы выберете, вам станет все равно больно, потому что что-то оставляете позади. Здесь какая-то такая метафора идет. Еще почему опускаются ваши руки. Когда вы утрачиваете какую-то свою стабильность, комфорт, уют, вот опять-таки вот это разделение, двойственность, да, о которой я здесь говорила, оно тоже вызывает дисгармонию, и вот ваша стабильность, она нарушится. Вы любите, чтобы было все по порядку, чтобы все было как-то фундаментально, чтобы все было прочно, красиво, уютно. И если что-то вызывает вот этот вот дисбаланс в вашей гармонии и красоте, вот вам это вот прям сложно дается. Ну и, конечно же, как следствие, король педагог говорит, недостаток финансов, да, недостаток каких-то ресурсов, времени возможно, да, внимание, тоже могут опускаться руки. Еще почему могут опускаться руки? Когда вот вы не знаете, как действовать, недостаток информации, когда вы не знаете, что принять, когда вы ощущаете себя беспомощным, вот это вот чувство беспомощности, я чувствую себя даже не в опасности, а вот именно беспомощность, вот я опустошен, я беспомощный, я не знаю, как мне быть, я не могу совладать, когда не хватает какой-то информации, либо ну да, здесь скорее всего недостаток какой-то информации, либо когда надо принимать какие-то кардинальные меры, вот прям вот что-то отрезать, это очень сложно, здесь неважно какой сферы это касается, но в большей степени если это касается семьи, вот семья у вас стоит в приоритете дальше идут идет финансовая сторона вопросу, но опять-таки деньги вам нужны для семьи, то есть не для самих себя, я не могу сказать, что вы жадны на финансы, вот прям знаете, как-то стремитесь стать миллионером, потому что это какая-то внутренняя амбиция ваша, нет, здесь ощущение того, что вы хотите обеспечить безопасность для своей семьи, для этого вам нужно много зарабатывать, то есть причина семья следствие финансы, поэтому первое место всегда будет в приоритете семья, второе место финансы, потом уже все остальное, и когда вы чувствуете, что вы не можете обеспечить уют, комфорт своей семье и безопасность, вы чувствуете себя опустошенными, потому что ощущаете какую-то беспомощность, я не знаю, что мне делать, и плюс ко всему, когда надо принимать какие-то кардинальные меры, когда надо что-то отрезать, от чего-то нужно отказаться, либо очень серьезно поговорить, понимая, осознавая, что ваши слова могут причинить какую-то боль, не дай не дай этот разговор с членами вашей семьи, это вот прям вообще, причем вы не будете показывать свои эмоции, да, здесь вот по мечовам, по короле, по королю, вы не показываете свои эмоции, но один бог знает, что у вас внутри, какие страсти кипят, насколько вам это действительно больно и причиняет вот прям колоссальную рану, вот прям не знаю, вот если мне кажется человек эмоциональный прожил бы то, что проживаете вы, да, он бы как-то поплакал, но вы знаете, как молодое дерево, когда идет снег, оно просто прогибается под тяжестью, снег тает и оно заново выравнивается, но когда это дерево такое старое уже, да, со стволом мощным и вдруг неожиданно снегопад проходит, то у дерева нет уже гибкости, оно ломается, оно надламливается, вот вы, как вот то старое дерево, которое надламливается, вот ваша такая какая-то боль, поэтому здесь опускаются руки от беспомощности и от того, что нужно что-то сказать, причинить кому-то какую-то рану, какой-то боль, да, где-то может быть что-то вскрыть, это вот прям, опускаются руки, вы не хотите этого делать, как найти силу снова подняться, если вы найдете какую-то опору в своей жизни, что для вас, вот какую-то стабильность, у вас должна быть как-то, хочется сказать, какой-то клочок земли, на которой вот он будет ваш, и вы сможете на него опереться, там стоять очень плотно на ногах, что это за клочок земли, на что вы можете опереться, на выстраивание каких-то взаимоотношений, на то, что вы будете ощущать как-то вот состояние мира и гармонии внутри себя, вот когда, знаете, есть гармония среди людей, вот для вас как ценность, вот она вот эта, двойка кубков, она важна, когда нету конфликтов, когда вот каждый занимается своим делом, да, есть договоренность, определенные правила прописаны, все идет в соответствии с этими правилами, тогда есть гармония, когда нету нарушения законов, вот когда все идет именно по правилам, тогда вам хорошо, еще в чем вы можете найти силы, ну в себе, в единении, в единении с самим собой, видите, при всей вашей неэмоциональности внешней, внутри, вы можете найти силы через любовь, кого вы тут любите, ну вы любите, видите, баланс и гармонию, знаете, как правило, здесь по тройкам идут люди, любящие контроль, да, когда вот все подконтрольно, я всем управляю, у меня все вот на подхвате, я все вижу, я все знаю, вот для вас это такое спокойное состояние, когда что-то идет не по плану, когда вы утрачиваете этот контроль, вот это вас опустошает, и здесь желательно, чтобы вот все шло подконтрольно, то есть здесь вызывают эти эмоции, здесь нужно спокойствие, прям, ну помимо того, что здесь какие-то такие мужские энергии идут, да, ну вот, здесь как, как это сказать, в чем вы можете найти силы, чтобы подняться, здесь человеку нужно научиться находиться в фоновом состоянии тишины, вот внутренняя тишина, когда эти, когда, почему я говорю здесь мужские энергии, это очень напоминает, когда мужчина, особенно если он работает где-нибудь в каком-то офисе, да, то есть где есть бумажные дела и нужно думать головой, не физические какие-то нагрузки, а вот именно интеллектуальные, и как правило, человек, который принимает очень много решений, подписывает договора, должен быть очень внимательный, там, если это какой-то банковский, да, служитель, служащий, то не дай бог, где-то он ошибится в цифрах, в деньгах, ну то есть большая ответственность на человеке, он, когда приходит домой, ему хочется тишины и спокойствия, да, потому что вот напряженность во внешнем мире, он должен как-то ее сбалансировать и внутри, то есть в доме в данном случае, должна быть тишина, либо, например, люди, которые работают на заводе и очень большой там шум и напряжение, то, как правило, когда они приходят домой, они хотят компенсировать, им нужна тишина, и поэтому, когда домашние начинают кричать, либо там дети, ну, играют громко, либо разговаривают, они хватаются за голову, потому что хотят тишины, у них начинаются головные боли, вот здесь примерно то же самое, да, то есть как найти силы заново подняться, быть вот в этой тишине и спокойствии, находить этот момент, когда вы можете быть спокойны, как-то вот фоново, да, что вот эта вот внутренняя тишина была, плюс ко всему здесь терпеливость какая-то, я не знаю, вот взращивать в себе вот эту вот терпеливость, умение урегулировать какие-то сложные моменты, терпеливость и снисходительность по отношению к другим людям, то есть, знаете, вот как-то, ну, не знаю, как с пониманием, что ли, относиться к другим людям, здесь чувство, что человек с хорошими знаниями психологии, который понимает в большей степени других людей и вот чтобы самому себе как-то вот сохранить свою внутреннюю целостность, да, он понимает, что мне проще, например, ну, если это мужчина, да, мне проще, например, успокоить свою жену, которая вот хочется выговориться, весь день она дома сидит, не с кем ей поговорить, вот, ему проще просто сесть в ней и сказать, ну, рассказывай, да, что там у тебя там произошло, вот, и она будет там чирикать-чирикать, а он в этот момент будет расслабляться, да, там, одним краем уха слушать, но, то есть, так проще будет, нежели он ей будет говорить, оставь меня сейчас, я хочу отдохнуть, а ей важно выговориться, и вот тогда получается, например, какие-то скандалы, да, и разногласия, то есть, здесь человек, понимая какие-то, вот, например, там, потребности своей жены, ну, если женщина смотрит, да, то понимание, там, потребности своего мужа, лучше пойти как-то, вот, не то чтобы на попятную, а здесь именно понимание психологии другого человека, с которым вы тут взаимодействуете, либо других людей, это может быть и профессиональные сферы, да, со своими коллегами, вы как будто бы себе экономите время и нервы, вот здесь вопрос нервных срывов очень часто, головные боли очень часто, панические атаки могут, да, здесь проходить, то есть, вот здесь все, что связано как-то с головой, с нервной системой, здесь необходимо спокойствие, что вам помогло, спокойствие, вот все, что дает вам спокойствие, какие-нибудь процедуры расслабляющие, там, я не знаю, может быть физические нагрузки, я не знаю, мне мужские энергии здесь идут, ну, либо женщины, с такими мужскими качествами, то есть, здесь, например, там, я не знаю, пойти заняться спортом, вот, если бы это были мужики, да, я бы сказала, там, я не знаю, пойти в тир пострелять, там, заняться боями без правил, но за руль не надо сажаться, садиться, да, здесь лучше иметь, даже если вы умеете водить, лучше иметь водителя, про себе, если позволяет такая возможность, потому что, ну, и за рулем держать контроль, это, то есть, вам нужно научиться отпускать контроль, потому что в большей части степени ваша ответственность, и то, что вы контролируете жизнь, она должна компенсироваться, уравновешиваться, балансироваться, с отсутствием контроля и доверия, то есть, либо в вашем окружении, ваш близкий человек, любимый человек, вы должны ему доверять, да, вот прям вот действительно без, не знаю, без каких-либо оговорок, вот полностью, стопроцентно, то есть, вот это вот будет расслабление, это будет вас наполнять, то есть, вам нужны, если это профессиональная сфера, да, вам нужен какой-то там зам, либо помощник, которого вы не будете, который вы не будете париться, да, сможет ли он в ваше отсутствие принять правильное, верное решение, да, либо друг такой, которого можно положиться, который сможет взять ответственность на себя, и вы при этом, ну, не будете чувствовать дискомфорт, то есть, здесь вот нужен спокойствие и баланс. Вот такая вот у меня была третья позиция, огромная благодарность Марине, за то, что разрешила рассмотреть эту тему, опять-таки, в описании, в комментариях, прикрепленном, я не смогу дать ссылку на ее канал, потому что, когда расклад, когда я его загружаю, да, у меня нет возможности прикрепить комментарий, вот, а потом, когда он выходит, я забываю, да, потому что я пишу расклады наперед, я забываю, что я там обещала, поэтому в описании, в описании, это сразу под роликом, перед комментариями, нажимите развернуть, и вы увидите ссылочку на канал Марина, если пожелаете зайти. Вот, а я прощаюсь с вами до пятницы, где также сделаю расклад на тему, которую посмотрела, подсмотрела у Марины, пишите свои комментарии, огромная вам благодарность, за то, что вы остаетесь со мной, также огромная благодарность, я вижу, что люди, многие из вас выросли уже, вот, и уходят с канала, не потому что уже не откликается, либо не интересно, а потому что люди переросли, и они уже идут в самостоятельное плавание, меня это очень-очень радует, и я хочу вам всем пожелать удачи в жизни, и это вот большой прогресс, что вы созрели уже до самостоятельного развития, и вам уже не нужен костыль, просмотр моих раскладов, я очень рада за вас, искренне пожелаю вам удачи, всех остальных жду на следующем раскладе в пятницу, всем пока-пока!